Борь у него в арсенале тоже имеется, но там он выбрал позицию. Здесь возвращается Мишаеву, Локомотив на пролом, и гуляет там Шайба по краске вдоль линии ворот, но последнего касания, которое поправило болельщиков Локомотива на седьмое небо, нет, супер шанс у Красковского, и Шайба снова не попадает в ворота, Локомотив опять включается, берется за делом. Да, это большинство реализует авангард. И вот здесь какой момент и добивание было! Хомченко просто миртыща первую шайбу вытащил, но добивание точно не получилось. Да, вот это шанс, вот это шанс был у Красковского. Хомченко просто красавец, пока он держит в игре свою команду. Нет проброса, отменяет его Мэйсик. Да, просто Алексеев ждет, отдает на дальнюю, хитро бросок! Моментище! Голевой на 2-0 уже могли устроиться хозяева. Передача Мишневский, Филиппенко в центр смещается. Это передача на Аймурзина и суперсейф Дмитрия Николаева. Аймурзин просто в шоке, не понимает, как это не зашло в ворота. Да, конечно, Николаев сегодня просто вырос стеной, вырастает перед Череповчанами. И благодаря, прежде всего, спотакскому вратарю, у нас сохраняется счет 3-1 в пользу красно-белых. Хорешков закрыл синюю линию, Атанасов выкатывает на бросковую позицию. Передача налево, бросок Серебряков отбивает, добивание! И еще одно будет Артамонов! И где же там шайба? Да, Серебряков делает все, чтобы она не зашла в ворота! Какая атака торпеда! Бросок Гончарука с первым Серебряков справляется, но это еще не все. Это только начало. Летунов добавляет, потом откидывает в сторону. Вальковский уже упал, Серебряков уже упал. Не надо падать в воробью. И посмотрите, как Серебряков выставляет свою ловушку и держит эту ловушку перед штангами. Какая здесь? Гореселев сыграл с Янушем, справа появился Руслан Абросимов. Гореселев в центр сместился на ворота, там перед ними личка. И дальше Абросимов, и шайба! Шайба! Но ворота сдвинутых, где шайба не поляпана, куча людей лежит. Да, и там потасовка, там Николаев, конечно, вытащил мертвейший момент. Там и повреждение какое-то получил Николаев. Да! Там еще и досталось Абросимову, там в спину засадили. Он лежит, Абросимов. Да, а где все это время шайба была, вот еще Абросимов? Она под Николаевом была. Выглядело как будто дважды, когда шайба уже была, шла в ворота локомотива. И Исаев, Исаев было тяжело. И снова шайба не оказывается в воротах Ярославля, хотя заберли уже все. Исаев мечется по краске и все-таки прижимает ее ко льду. Боже мой! Пауза! Но я надеюсь, нам все покажут, все те чудеса, которые творил Елесин. Ну и в итоге выцарапывают, выцарапывают игроки локомотива шайба, Черепана. Хороший перевод. Да, ой-ой-ой! И здесь просто какое-то феноменальное спасение от Хомченко. И показывает Фатеев, что пока он шайбу в воротах не увидел, то есть развел руки в сторону, но возможно будут смотреть этот эпизод на предмет пересечения шайбы линии ворот. Ильенко своим третьим звеном геналцы пошли вперед. Момент! Джиашвили! Ох ты мой! Что сделал Фукали? Даже Макс Хочаров тут не сдержался. Произнес то самое вожделенное слово для всех болельщиков московского «Динамо». Но этот гол обменяет. Зак Фукали. Удаемся. Проходить в среднюю зону. Ничего себе! Хомченко! Это спасение на миллион! Бывают броски на миллион! А вот это было спасение. И послушайте просто реакцию. Там даже нет каких-то восторженных криков. Там просто стоячая овация, как на концертах великих тенеров. Хомченко, как Леб Иванович Яшин, бросился за этой шайбой и добрался до нее. А slam. Поехали! Продолжение следует... Будь хτ Коррес. Продолжение следует... Продолжение следует...